Что для вас в семье? Семья, наверное, это самое главное в жизни человека. Это его тыл, это его опора, поддержка. И я считаю, что чем больше семей счастливых в нашей жизни, тем больше людей счастливых в нашей жизни. Что-то про надежность, про уют и про взаимовыручку. То есть семья – это какое-то место, куда ты приехал, примерно в любой момент, и тебя поддержали. Там обняли, накормили, кофе напоили и сказали, ты молодец, ты самый классный, а все остальные неправы. Вот это семья. Как минимум дает какую-то энергию, смысл жизни, потому что мотивацию, помогать друг другу развиваться, как самостоятельно, так и помогать этой отражающей семье. Да, вообще без семьи человек, наверное, никто. Сколько детей должно быть в семье? Если по себе судить, сколько бы я хотел, и, наверное, я и буду для себя считать идеальным. Ну, наверное, минимум двое детей. И мы росли так, у меня брат младший есть. Ну да, наверное, один ребенок в семье, как говорится, эгоистичен, все одеяло на себя тянет. Конечно, так и веселее, помогать друг другу проще. Так, как я выросла в советское время, тогда было принято, и я считаю, что большая семья, более трех детей – это здорово, это хорошо, потому что оно и есть слово «семья», поэтому семь человек, а может быть и больше. И это здорово, потому что в семье рождаются традиции, в семье рождается культура всего, культура семьи, культура отношений. Поэтому чем больше в семье детей, тем лучше. Какие семейные традиции в твоей семье есть? Из непраздничных традиций мы с сестрой каждую неделю ездим у бабушки. Ух ты! У гости. А мы далеко живем? Ну, мы просто в разных районах города живем, мы обе работаем, вот бабушка нас ждет, борщ варит. Например, Новый год мы собираемся всей семьей. У меня три дочери, вот это самая младшая дочь, старшая дочь, 28 лет. Она лучше всех готовит в нашей семье. Она повар, ведет свои блоги, и каждый раз балует нас всякими вкусными, скажем так, блюдами каких-то стран зарубежных. В нашей семье главная традиция – это забота папы о всей нашей семье. Он – наша главная поддержка и опора.